Итак, начнем нашу медленную тренировку на пресс. Ложись на коврик и прижми поясницу к полу. Можешь помочь руками, подложив их под ягодицы. В первом упражнении притяни оба колена к себе и поочередно начинай выпрямлять каждую ногу. Притягивай ногу к себе на вдохе, а вытягивай ее вперед на выдохе. Во время всей этой тренировки старайся держать пресс в постоянном напряжении, а при упражнениях лежа держать поясницу хорошо прижатой к полу. Из этого же положения переходим к следующему упражнению. Начинаем ходить пятками вперед-назад по коврику. Чем дальше ты делаешь шажки ногами, тем больше в работу мы включаем нижнюю часть пресса. Каждый шаг мы делаем медленно, дышим спокойно, контролируем, что поясница хорошо прижата к полу, а пресс напряжен. Молодец! Сделай небольшую паузу, вдохни, выдохни и опять вернись в положение лежа на коврике. Согни ноги в коленях, а затем выполни скручивание, после которого дотронься каждой ладошкой до противоположного колена. Старайся во время скручивания отрывать лопатки от пола именно за счет усилия пресса. Скручивание, ладошка к левой ноге, ладошка к правой ноге. Если выполнять в моем ритме упражнения немного сложновато, можешь еще больше замедлить ритм. Сразу же подними ноги вверх, формируя угол 90 градусов и хорошо прижав поясницу к полу, начинай рисовать большие круги прямыми руками вокруг себя. Делай вдох, когда поднимаешь руки вверх и выдох, когда рисуешь круг вниз. Когда заканчиваешь рисовать круг и подводишь руки к ногам, можешь задержаться в таком положении на несколько секунд для еще большего включения мышц пресса. И для последнего упражнения перед паузой вытяни прямые ноги где-то под углом 45 градусов. Задержись в таком положении, держа поясницу прижатой к полу и дыша равномерно. Если тебе слишком тяжело, подними ноги выше, а если слишком легко, опусти ниже к полу. Статических упражнениях ты не двигаешься, но из-за того, что постоянно держишь мышцы в напряжении, они работают ничем не хуже. Отлично! Сделай паузу, вдох, выдох и вернись в положение на полу с вытянутыми вверх прямыми ногами. Начинай рисовать похожий круг руками, но теперь и сделай хлопок за вытянутыми ногами за счет усилия мышц пресса. Можешь чуть согнуть ноги в коленях, так как в этом упражнении не главное, насколько прямые у тебя ноги, а насколько хорошо работает пресс. Сразу же переходи в положение сидя, наклони корпус чуть назад и прямыми руками начинай выполнять медленные движения из стороны в сторону. Сделай вдох, когда переносишь руки в сторону и выдох, когда касаешься ими пола и задерживаешься в такой позиции. При поворотах старайся максимально включать пресс, выжимая его, словно мокрое полотенце. А теперь из той же позиции с вытянутыми вперед руками начинай выполнять покачивание корпусом вперед-назад, держа тело где-то под углом 45 градусов. Выполняйте покачивание именно за счет усилия пресса, держа его в постоянном напряжении. В этом упражнении не выгибай спину и держи ее постоянно прямой. Супер! Восстанови дыхание и прими положение высокой планки, поставив руки прямо под плечами. Начинай медленно и поочередно притягивать каждое колено к себе как можно ближе к груди. Делай вдох, когда вытягиваешь ногу и выдох, когда притягиваешь ее к груди. При этом держи спину ровной и старайся контролировать, чтобы все тело от пяток до макушки формировало прямую линию. И с той же позиции высокой планки поднимай бедра вверх, формируя всем телом угол 90 градусов, а затем опускай ее в одну линию, как в планке на высоких руках. Обязательно контролируй, что при возвращении в исходное положение ты не опускаешь бедра слишком низко и не прогибаешь спину. Все тело должно быть напряжено и натянуто как струнка, чтобы лучше включить мышцы пресса при каждом повторении. А теперь просто задержись в положении высокой планки на прямых руках. Держи дыхание спокойным и обязательно проверь, чтобы ладошки были прямо под плечами. Особенно напряги и почувствуй ягодицы и пресс. Давай, осталось совсем чуть-чуть. Три, два, один. Поздравляю тебя с успешным выполнением этой медленной тренировки для нашего пресса. Если тебе понравилось это видео и чтобы не пропустить новые экспресс тренировки, ставь лайк и подписывайся на канал.